А если судить то, что я видел в 85-м году, в 88-м году, в 89-м году, даже то, что в 90-м году, вы знаете, я был и в Тибелиссии в это время, я был и в Баку, как раз в 90-м году я писал кандидатскую работу в архиве там, в Тибелиссии. Что я могу сказать? Я могу одно сказать. Если на самом деле не поднималось бы этот национальный вопрос и было бы отношение между народами на Кавказе, когда мы говорим Кавказ, вы не только думаете, что азербайджанцы, армяне, грузин. Там жило очень много евреев, там жило очень много предприятий, работали русские. Это Баку было четвертым крупным промышленным центром в Союзе после Москвы, Петербурга, Ленинграда и Киева. И по населению тоже она занимала где-то вот эти места. И это было многонациональным городом. Вторым таким городом по поводу уровня отношений и теплоты между людьми, вы знаете, я второго такого города не видел. Я помню, что я просто сравнить даже не с чем было. Вы знаете, может быть, Одесса. Может быть, Одесса. И если бы, вы представьте себе, что там была, я говорю, лучшая часть всех наций и сформировалась такой синтез культуры, которую называли бакинцами и так далее. Если бы было спокойно, вот перестройка, это как раз таки политика выгодная Кавказа. Можно было легализовать просто эти цеха, цеха и деньги, и аккуратно работать. А вот это национальные противоречия разрушили все это. Все то, что вы говорите, я этим согласен, но могут меня, я думаю, что и всегда есть люди, которые упрекают, потому что сейчас не модно об этом говорить. Но, ребят, давайте вспомним, что была холодная война, была гонка вооружения, были тогда советологи, знали, что ядерные бомбы никак не разрушили всю эту страну. Надо было как-то внутри тоже кого-то лоббировать свои интересы. Почему-то мы думаем, что коммунистическая идеология была такая, что никого нельзя было в свою сторону потянуть, даже на каком-то высоком уровне. Можно было это делать и нужно было делать тем людям, чтобы разрушить эту страну. Я не говорю, что не было почвы для этого делать, но изучая реальную эту почву, институты работали над этим. А по поводу человеческой, вот кто это делал, я вот сегодня, прежде чем идти сюда читал, просто пролистал книгу «Черный сад». И там я нынешнего президента Армении слова просто прочитал. Это человек, который владеет азербайджанским языком, это человек, который имел друзей и азербайджанцев. И там он говорит, вот в отношении холджиоланских событий, он говорит, что в какой-то момент мы поняли, что высшая человеческая дружба – это борьба армянского народа. То есть это более высокая ценность, и мы должны посвятить этому. И там же он говорит о том, что в начале этих карательных мерах участвовали люди в криминальном прошлом. Это вы можете взять книгу и прочитать. Криминальном прошлом. Вы знаете, на самом деле вы правы, что человек не рождается зверем. И даже человек, который убил, если вы спросите, что ты убился, он даже несколько людей, он в душе находит себе оправдание, и он никогда не признается, что он такой вот зверь. Он скажет, что причины были какие, а он там… Вы знаете, но сознание и психология людей разное. Есть человек, который муху не обидит, а есть человек, который сделал это и может делать его. Психология такая. Я не хочу сказать, что то, что кто-то сделал криминал, они все сделали сознательно и красно. Там тоже люди разные, каждому человеку что-то может случиться. Но есть определенные категории людей, которые этого могут делать. И использовалось это. К огромному сожалению, как человеческое благородство не имеет границ. Человеческая низость тоже не имеет границ. И благодаря вот той пропаганде, которая была, перешла вот эта, от определенных людей, а вот эта пропаганда сама, вот этой идеологии, что одна нация лучше другой нации. И одна нация не может совместно жить другой нацией вместе. И другую нацию надо, чтобы они мирно ушли. А если мирно не ушли, как в Ходжалах, они ждали до последнего, никуда не предупреждали. Там написано, что мы несколько раз предупреждали, что уходите. И они не ушли. И они как вину говорят о том, что как это, вот они виноваты, что не ушли. Если вы не ушли, значит тогда мы имеем право вас убивать. И убивать так, напугать так, чтобы вы поняли, что если вы не будете уходить из этой территории, в котором совместно мы с вами жили, где похоронены наши предки, отцы, деды и так далее. И жили нормально, хорошо. Вот эти люди, которые вот с этим сознанием, они пропагандируют то, что не могут эти люди жить. И если они не могут жить, и если вторые не уезжают, не уходят оттуда, тогда их надо убивать. Я считаю, что эти люди, которые вот имеют, вот создают эти работы и начинают заниматься этой пропагандой, они есть главные виновники. А те, которые сделали это, они же исполнители. Это те зомби, которых уже подготовили, вот с этими диалогами. Как фашизм происходил, мы же в 41-45 году говорим. Сейчас мы выбираем слова. Да, обязательно надо выбирать слова. Обязательно надо выбирать слова. Нельзя говорить там таджики, нельзя говорить узбеки, нельзя говорить армяне, азербайджанцы. То есть нельзя говорить в том смысле, что обобщать нельзя. Признать национальную рознь, да. Да, нет, обобщать это нельзя, да, обобщать это нельзя. Потому что в каждой нации не все такие. Кто-то этого не хотел делать, его заставили, напугали. Кого-то обманули. Кто-то вообще до этого в этом не участвовал и никогда не будет участвовать. А тот, который сознательно это сделал или несознательно это сделал, мы боимся его назвать фашистом, мы говорим, ни в коем случае нельзя его назвать. А кто? С другой стороны, мы до сих пор говорим о всех этих событиях, но нигде, ни в какой событии мы, зная, кто это такие, никто не наказан. Мы говорим, что время прошло, кто-то старый человек. А мы же видим, что вот по истории Великой Отечественной войны или Второй мировой войны находит тех людей, кто виноваты. И если они даже старые и прошло много времени, недавно было, вот помните, все равно преступлению, за преступление надо отвечать. Пока нет ответа за это преступление, за эту идеологию, которую пропагандируют, за то, что ты сделал. Именно поэтому надо правду, правду говорить и отделить тех, которые этим занимаются, если это не будет наказано, и если это все обобщение будет продолжаться дальше, конечно, выхода из этого не будет. Леонид, вот Исмайл Олеевич поднял очень, две, на мой взгляд, важные темы, которые хотелось бы твое мнение услышать. Первый момент, это принцип ответственности идеологов за те преступления, которые творились во время этих кровавых конфликтов. Не даже, не только политиков, принимающих решения, а те, кто создавал определенную вот эту идеологическую платформу, разделяющую людей по критерию свой-чужой. Чужого можно, потому что он чужой. Это первый вопрос, как вот ты это воспринимаешь. И второй вопрос, сразу, чтобы не повторяться. Здесь возникает такое вот ощущение, что ведь, с другой стороны, понятно, что независимые государства, республики бывшей Советского Союза, они должны были строить свою идеологию на отторжении от центра, потому что иначе они бы не смогли легитимировать свою собственную независимость, по-другому бы у них не получилось. А в общем, можно ли выдержать эту грань формирования вот этой новой идеологии, и чтобы из национального не переросло все в националистическое, а которое уже дальше ведет по цепочке к таким вот событиям, которые мы наблюдали во время Карабахского конфликта? Ну, что касается первого вопроса по поводу отвертственности идеологов, действительно, от идеологов зависит практически все. Формирование мнений, формирование имиджа страны, территории, региона и вообще народа, если в общем так взять. И вот я согласен со Смайлом Алейчем в том, что действительно во многом и западные центры к этому разрушению приложили очень большие свои, так сказать, влияния. Ну, вот, например, ну, наверное, со средины 50-х или с начала 60-х годов на Западе во многих центрах и в Америке, и в Великобритании, и в Западной Германии, и в других странах существовали, до сих пор существуют институты, которые, ну, вот, например, с помощью иммигрантов, которые были в значительном количестве из Советского Союза, или тех же самых советологов, готовили по каждому спорному, так называемому, вопросу большие научные труды. Ну, вот, что касается, там, голода 30-х годов на Украине или в России, или в Казахстане, что касается каких-то репрессий 37-38 года, и те же выпускали громадные книги, причем делалось это вот четко. Например, выпускали книги о том, что вот голодомор был на Украине, он специально проводился против только украинцев. И вот это вот внедрялось и распространялось через различные радиостанции, несмотря на все глушилки, завозилась эта вся литература в Советский Союз. То же самое и по межнациональным отношениям на Кавказе. Там армянам давалось одно, азербайджанцам другое. И вот это все действительно оно как бы накапливалось, накапливалось, накапливалось. А когда с 85-го года, абсолютно, как Евгений правильно сказал, что это действительно началось не в 90-м, в 91-м году, а в 85-м, когда действительно началось сначала ускорение, потом гласность и перестройка, потом все это вот накапливалось, потом были сняты все вот эти вот идеологические барьеры. И все вот эти вот книги, да, тогда не было интернета, поэтому это было, конечно же, сложнее, чем сейчас. Но они хлынули сюда. Я же их видел в продаже, начиная с 87-го года в Москве в центре, у музея Ленина, вот как вот все эти точки, везде. Все это продавалось открыто, никто это не запрещал. И те же, та же литература хлынула и в Кавказские республики, ну, в Центрально-Азиатские поменьше, конечно, но тоже, да, вообще не было, пытались, но там все-таки более сильно. Но вот, что касается там Прибалтики, Украины и того же Кавказа, да, вот это все туда шло, шло, шло и шло. И поэтому, а кроме того, местные вот взращиваемые идеологи, которые появлялись после 80-х годов, они и были уже, да, сидели там, особенно это были гуманитарные преподаватели, ученые там, которые вот каким-то образом были связаны и с Западом, да, и вот все это распространяли, на этом поднимали, зажигали толпу. Да, истоки конфликта, примерно, они понятны, но, конечно, это вынуждается еще очень системным, глубоким изучением. А вот если спроектировать будущее, возможно ли в ближайшей, хотя бы, может быть, или в среднесрочной перспективе все-таки преодоление вот этого разделения свой-чужой? То есть можем ли мы какими-то инструментами, механизмами для нового поколения заложить основу более толерантного, более доброжелательного отношения друг к другу? С учетом того, что постсоветские страны, так или иначе, пока еще сохранили тонкую, но основу совместного проживания, есть еще поколение, которое знает то, как было устроено в прежние годы, исключительно с точки зрения интернационализма, приводились примеры Баку, Одессы и других городов, но сейчас мы видим это на примере Москвы, то же самое, это Москва очень много национальный год, да или, например, других российских городов. Я думаю, что в перспективе это все возможно, единственное, что на какой основе все это будет строиться. Если основа будет выбрана опять в виде какой-то идеологии политической направленности, то, на мой взгляд, этот процесс будет очень долгим и не исключено, что вряд ли успешно. Однако, если это будет построено на прагматических и экономических отношениях, я склонен к тому, что экономика она тот базис, на котором можно строить и не только отношения людей, но и государств в первую очередь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова